Сегодня в программе. Кто такие маламуты и почему в них влюбляются все, кто встречал хотя бы однажды? Здравствуйте! Сегодня мы с вами проведем немного времени в компании вот этого чудесного зверя. А имя ему Аляскинский маламут. Таким забавным названием порода обязана одному из эскимосских племен, известному как Мэлмьюты или Малимуты. Это племя населяло верхнюю часть реки Анвик в штате Аляска. Эти собаки помогали перевозить грузы на большие расстояния, участвовали в повседневной жизни эскимосов. Купцы рассказывали, что щенки и дети эскимосов воспитывались одновременно, вместе. Собаки очень доброжелательные и ориентированы на человека, живут вместе с человеком. Золотая лихорадка в конце 19 века обеспечила аляскинским маламутам изрядную востребованность и популярность. К сожалению, для собак это обернулось не лучшим образом. Во времена золотой лихорадки была утеряна чистота породы. Отсюда появились рассказки, что маламуты имеют какое-то отношение к волкам. На самом деле, как уже сказали ранее, отношение к волкам имеет такое же, как и пудель. Это собака. Но маламут – особенная собака. Человеку, который хочет завести себе такого друга, обязательно нужно знать об этом и четко представлять, на что он идет. Во-первых, маламут – рабочая порода. Ему обязательно нужна работа. В идеале это, конечно, занятие ездовым спортом. Если не можете дать ему этого, обеспечьте хотя бы долгие прогулки и хорошие нагрузки. Если все же решите заняться со своим питомцем ездовым спортом, будьте готовы к ежедневным тренировкам. Будь здоровым. Молодец. Три, два, один, старт. Между прочим, такой спорт очень полезен не только собаке, но и хозяину. У вас с четвероногим другом появится общее дело и общие победы. А ведь это очень важно. Молодец. Вау, хорошо. Главное во всем этом деле – похвала. Без похвалы не будет делать ничего. Максим, ты пойдем. Пошли, пошли, пошли. Итак, помните, собака должна давать выход своей энергии, иначе она направит ее в разрушительное русло. Если вы не можете уделять питомцу много времени и думать, забудьте про маламута. Эта порода склонная к доминированию, поэтому важно со щенячьего возраста показать животному, что вожак стаи – это вы. Ни в коем случае не берите маламута, если у вас нет опыта общения с собаками. При воспитании щенка этой породы легко наделать ошибок, которые потом крайне трудно исправить. Нередко бывает так, что человек, очарованный малышом-щенком, берет его к себе в дом, а потом не может справиться с большим и упрямым псом. Такой маленький мальчик, легенький. Да, ну, по сравнению с папочкой, он просто пушинка. Собаку нужно правильно воспитывать, и только в этом случае собака становится настоящим компаньоном. На любую агрессию он ответит агрессией, даже с вашей стороны. Он может вам высказать, что он недоволен, он не будет вам подчиняться, но он уйдет и ляжет в сторону. И вы не добьетесь от него послушания. Не пойдет маленький щенок с вами вместе. Вы должны его уговорить, заинтересовать икрой, радостным голосом, настроение создать собаке. Аляскинский маламут – очень добрая собака, несмотря на ее огромные размеры. Но не думайте, что он станет хорошим охранником для вашего дома. Этот добряк слишком любит людей. Высшее счастье для него – быть рядом с людьми, принимать участие во всех делах семейной стаи. Маламуты – собаки с сильным, северным характером. Они чувствуют свое превосходство над сородичами и иногда могут быть агрессивны по отношению к ним. Хозяину нужно как можно раньше ввести щенка в собачье общество, не позволяя ему устраивать разборки. Держать маламута можно и в большой квартире, и в частном доме, и в вольере, и в утепленной будке на улице. Обязательно учтите, что эти псы довольно сильно линяют. Обычно это бывает два раза в год. Но в теплом климате шерсть может обновляться постоянно. Их хозяева шутят – маламут линяет раз в год – с декабря по ноябрь. При правильном воспитании и обращении аляскинский маламут – просто потрясающая собака. Люди не могут прожить без своих питомцев ни дня. Если вы готовы посвятить ему свою жизнь, у вас появится самый верный, надежный и преданный друг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова